Здоровые зубы начинаются с правильной чистки. Дважды в день, утром и вечером. При необходимости следует использовать зубную нить, а щетку стоит подбирать, исходя из индивидуальных особенностей ротовой полости. Казалось бы, простые истины, но должного значения им придают далеко не все. Теперь смотри, как правильно нужно чистить зубки. Обязательно 2-3 минутки закрываешь ротик и делаешь вот такие круговые движения. Вот таких движений быть не должно. Хорошо? Обязательно вот так вот. Более чем на 50% здоровья ребенка зависит от того, что он ест. Важно, говорят медики, не обманываться и внимательно изучать состав даже тех продуктов, на упаковке которых красуется надпись «Здоровое питание». Мы не будем пить колу с сахаром, мы будем пить колу без сахара. Но страшнее ничего не придумано. Потому что идет раздражение поджелудочной железы, когда организм воспринимает сладкое, автоматически срабатывает на выработку инсулина, который не нужен, не потребен. Ну и 2-3 месяца здравствует сахарный диабет Таут. Обязательно нужно это детям говорить. Обязательно нужно говорить о правильном питании. Сладкоежкам также обеспечены проблемы с зубами. Карий – верный спутник тех, кто слишком часто заменяет полноценные приемы пищи на перекусы нездоровыми снеками и газировкой. Мы уже осмотрели все 7 школ вместе с прилегающими детскими садами, которые входят в эти участки. Всего это 12 тысяч детей охват. Осмотрели мы 9 тысяч. В марте месяце мы завершим осмотры. К сожалению, порядка 70% детей нуждаются в оказании стоматологической помощи, именно кариеса. Так как мы осмотры проводили еще с врачом-ортодонтом, который отвечает за правильное развитие прикуса челюстей детей, то, к сожалению, еще 65% детей нуждаются в ортодонтической коррекции. Сегодня в округе успешно реализуют проект «Здоровье с молоду». Он стал продолжением программы «Здоровые улыбки», которая признана лучшей среди муниципальных программ в сфере здравоохранения. За 10 лет дети с первого класса, статистика нам показывала, что практически кариеса у этих детей за 10 лет не было зафиксировано. Представляете, насколько там, казалось бы, простейшие манипуляции с зубной щеткой, но очень много. Поэтому, естественно, этот проект внедряется на базе каждой школы. В рамках проекта «Здоровье с молоду» школы оборудуют стоматологическими кабинетами со всем необходимым инвентарем. Каждый ученик может пройти плановую проверку, сделать гигиеническую чистку полости рта или, например, вылечить кариес на его начальных стадиях. На сегодняшний день стоматологическим оборудованием укомплектованы 7 школ городского округа. Планируются лекции для родителей, уроки здоровья для детей, видеоматериалы, которые мы будем размещать в интернет-ресурсах и так далее. То есть такая последовательная и методичная работа для того, чтобы взрослые понимали, как им правильно учить детей есть. Потому что ребенка надо приучать к правильному питанию с самых ранних лет. К правильному режиму питания и здоровому образу жизни, считают специалисты, можно и нужно приучать. Соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках проекта «Здоровье с молоду» подписали представители администрации, областной больницы и стоматологической поликлиники округа. В будущем к программе планируют приобщить еще несколько школ и детских садов в Химках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!